Всем привет. С чего бы начать? Ну, в общем, центральная Украина, климатическая зона 5Б, Полтавская область, промышленный город Кременчук. Вот. Еще повторяю свою попытку при перепрививке Винограда Викинг. Вот он у меня. Как вы помните из моих прошлых видео, кто следит, мультисортовая прививка. Черная-черная, черная-черная, плохо приживается. Ну, а вот зеленая-зеленая процент намного выше. Мы решили перепривить потихоньку хотя бы два рукава. Вон уже два будущих рукава. Вон одну я уже прививку сделал. Вот. Зеленая-зеленая. Ну, а вот еще тоже. Вот. Тоже. И вот еще одна. Ну, и решил все-таки продублировать еще эту прививку, показать вам, как я ее делаю. На ресурсе много видео о прививках. Ну, на моем канале, по-моему, две. Одна неудавшаяся, но технически она выполнена была правильно. Это черная-черная. Ну, а зеленая-зеленая у меня был. Я прививал на кадрянку симпатию, то есть виктор 2. Там у меня получилось хорошо. Ну, поскольку викинг, я вижу, здесь междоузли короткие, поэтому буду прививать повыше. Прививаю я на викинг. Кышмыш летний королевский. Я случайно обломал лозу. Она уже почти древесневшая. Вот такая вот. Вот. Я ее держу в воде до момента прививки. Вот. Хотел сказать насчет стретч-пленки. Меня покупал, мне прислали саженцы, черешня, персик и все такое. Естественно, стретч-пленка была широкая. Я нарезал ее, наматывая на бутылку или как, в лакончик, баллончик ВД-40. Ну, и по железному ножом нарезаю на полоски, какие мне нужны. Так удобно. Памя для меня. Чем покупать китайские. За мало грошей. Естественно, за валюту. Это лучше дешево и сердито сделать самому себе. И так. Листья я поудалял, чтобы было хорошо видно. И мне, и вам. Так. Надо, естественно, сразу прикинуть по диаметру, где лучше. И как он овальный. Очевидно, это тоже. Ну, сейчас подберу. Режу под узлом. И режу. Вот почка уже сформированная. Листья и пасынки я пообрезал уже. Режем. Теперь. Ну, в принципе, нормально. По диаметру подходит. Хорошо. Теперь вот такими качающими движениями делаем раскол. Аккуратно, чтобы не порезать пучки рук, пальцев. Делаем зарез где-то на два, два с половиной сантиметра, не более. Это, я думаю, будет достаточно. Теперь делаем клин. Соблюдая полярность, поочередность почек. Ну, если кому, для кого-то это важно, пускай будет так. Значит, эта почка была сюда, значит, следующая почка привода должна быть сюда. За один раз мало у кого получается, но это уже, наверное, профессионалы 81 уровня, как говорят. Ну, мы же, люди землее, делаем за несколько проходов. Здесь реза получилась очень тонко, оно не войдет в клин, а заломается, поэтому я его просто обрезал. Немножко под маленький штрих и вставляем. Пробуем пальцами, насколько плотно сходятся комбиальные слои. Чем хороша прививка зеленая в зеленая. Череночки не травянистые, ну и не уже не одревесневшие. И их можно немножко сжать с боков, но в любом случае одна часть должна как можно лучше, почти идеально, насколько это возможно совпасть. Вот как здесь, я чувствую, пальцем шероховатостей практически нет, вот здесь. Вот, все, теперь могу забинтовывать. Оборачиваем пленкой снизу вверх. Таким образом, постепенно будем уплотнять место прививки в расщеп, место расщепа. Старайтесь при этих манипуляциях не нарушать выставленную уже прививку, череночек этот. Привой, вернее. Привой это часть прививаемая к стационарному кусту. Подвой. Ну вот, с легкой натяжкой делаем это, насколько это возможно у вас, чтобы не порвать пленку керамидично. Плейов 3.4, а то и 5. Ну, если вы хотите переведить, то делайте ИС-6. Ради бога. Хозяин барин, лишь бы не хуже было. Вот. Ну, я фиксирую место окончания обрыва пленки, не затягивая тонким шпагатом, просто фиксирую. Ветер его не растрепал, нож не расклеился. Ну, поскольку здесь и так притенение от надежды АЗОС, то выжигаться солнцем оно у меня не будет. Ну, а потихонечку подсохнет. Ну, сейчас, как я уже вижу, уже здесь влага пошла, появилась. Нужно приблизить. Здесь небольшая пасока пошла. Вот, что значит, проводящая система относительно неплохо совпала. И, значит, будет впитать эту почку. Ну, оставшаяся часть уже, получается, травянистая. Ее прививать я уже не буду. Получилось у меня с этого побега кышмыша летний королевский 6 прививок. Будем наблюдать. Сегодня 16 июня. Начало июня можно уже прививать зеленые в зеленые. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Желаю хорошего окружая. Поменьше болельщик на ваших судах и огородах. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok